Человек-кузнец своей судьбы. Так думает Константин из Ракова. Еще в школе юно-романтик записался в рыцарский клуб и стал учиться управляться с металлом. Парень уже давно зарабатывает с помощью ремесла на жизнь, но до сих пор считает его не профессией, а призванием. Ждание и упорство. Без этого ничего не будет. Потому что первые працы, которые я делал, они не отремовывались. Ну, все отремовывались бы какого. Но ты себя переодоливаешь и начинаешь снова и снова робить, пока не отремается та речь, которую ты задумал. Казалось бы, век высоких технологий о кузнечном деле можно забыть. Как бы не так, говорят мастера. Ручная работа сейчас как никогда актуальна, так что традиции художественной ковки постепенно возрождаются. Работа кузнеца невероятно трудоемкая. Главное здесь сила и точность. Далеко не у каждого получится с первого раза выковать оригинальное изделие, но познакомиться с нюансами одного из самых древних промыслов на празднике мог любой желающий. И не только. Музей на один день полностью погрузился в эпоху Средневековья. Поучаствовать в рыцарском поединке, пострелять из лука и попробовать национальные блюда и напитки скучать точно было некогда. Гости не только повеселились, но и узнали много нового об истории и культуре нашей страны. Когда забываются определенные моменты прошлого, появляются ошибки в будущем. Когда человек приходит на подобные мероприятия, он может спокойно подойти и посмотреть. Хотя бы просто взглянуть, насколько это было тяжело. А может быть и найти новое хобби. Ведь глядя на этих энтузиастов, которые в любую погоду куют, стремятся попасть в цель и одолеть противника, понимаешь, как много удовольствия может приносить любимое дело. Екатерина Кардаш, Владимир Слиш, Наши новости ОНТ.